Всем привет! Вы на YouTube-канале Комаров Италий. Меня зовут Ольга. Сегодня я впервые принимаю участие, поэтому не судите меня строго. Все свои мысли я написала по бумаге. Ой, на бумаге, извините. Так что буду читать, а вы сами судите уж как хотите. Итак, поехали! В этом видео я хотела бы вернуться к теме Лино Никольского района. Вера Николаевна Ромашина уже более года борется с произволом местной власти. В отношении ее семьи сейчас происходит сплошная травля. Дошло до того, что теперь собирается подать на нее в суд, якобы за клевету. А началось все с дороги, на которую были выделены деньги. А дорогу так и никто и не увидел. Теперь ее семья оказалась в плачевном положении. В медицинской помощи им отказали. У Веры Николаевны есть внучка, которой недавно сделали операцию на позвоночник. И скоро предстоит вторая операция. Когда нужно было снимать швы им, предложили везти ребенка по разбитой дороге 60 километров в больницу. Так как им самим приехать не хотелось, врачам я имею в виду. Они посчитали, что это не входит в их обязанности. Ну и конечно много чего другое случилось там. И все это происходит просто. Просто Вера Николаевна на собрании высказала свое мнение и задала вопрос. А где деньги, которые выделили на строительство дороги 12 километров, которые нет и по сей день. Это видео уже выложено на ютуб канале Комаров Виталия, где она все рассказала. И вы можете посмотреть его сами. Также есть ссылка в Одноклассниках, где уже тысячи просмотров. А также есть и комментарии и в ютубе, и в Одноклассниках. Один комментарий на ютубе оставила некая Юлия Кузнецова, которая пишет, что Вера Николаевна уже всем надоела, и никто ей, что ее никто не поддерживает. И чтобы приехали, и сами в этом убедились. А зачем ехать, когда и так все видно? Если бы ее не поддерживали, то в Одноклассниках не было столько бы лайков. А там большинство лайков из Никольского района. И комментарии также оставляют в поддержку Веры Николаевны. А некий Сергей Каренко вообще заявил, что семья Ромашиных болеет коронавирусом, и эту семью нужно обходить стороной. Простите, а кто вы, собственно, такой, чтобы говорить подобное? Или вы считаете, что все люди такие глупые? Такое поведение чиновников говорит только о том, что они совершенно забыли, кто они в этой стране и для чего находятся. Они настолько обнаглеют в своей безнаказанности, что и не представляют, как может быть иначе. Вы перестали отдавать себе отчет в том, что вы, все вы, слуги в этой стране, а не рабоводейцы. Вы должны исполнять закон, а не попирать. Не попирать его, господи, не отвергать. Но стоит найтись человеку, у которого есть свое мнение, и он не боится его высказать, так наша власть сразу его записывает, как отбившийся от стада баранов. Потому что чиновники привыкли управлять стадом молчаливых баранов. Потому что наш дремучий народ не протестует и считает это какой-то волшебной добродетелью. И, как говорили на Руси, против ветра ссать нельзя. Создается впечатление, что народ до сих пор живет в рабстве. Я вам, мои зрители, могу сказать одно. Нельзя допускать, чтобы к нам и дальше относились, как к рабам и баранам. До каких пор мы будем позволять нас унижать, оскорблять, ждать, когда барин будет безнаказанно творить, что ему хочется. Они без народа никто, и звать их никак. Они все сидят у нас на шее. Так, может, хватит? Пора скинуть этот тяжелый груз и почувствовать себя человеком. И что, в конце концов, они обратили на нас внимание и стали выполнять свои прямые обязанности, за которые они получают зарплату. По сути, мы им платим, а они не хотят работать. Если не мы, то кто? Что вы хотите оставить после себя своим детям, внукам? Развал, злобу, ненависть друг к другу? Гражданскую войну? Подумайте о будущем поколении. Вы этого хотите? Я думаю, что нет. Тогда добивайтесь своих прав, пока это еще можно делать мирно. Оглянитесь, будьте внимательны, добрей друг к другу. Помогайте, поддерживайте друг друга. Ведь не факт, что завтра не случится с вами это. И тогда куда вы пойдете? В какую дверь постучитесь за поддержкой? Ну, все, что я хотела сказать, это мои, это лишь мое мнение, мои мысли, а вы думайте сами. Ну, все, что вы, до свидания. Подписывайтесь на наш канал, мы будем очень рады. Говорите свои отзывы, комментарии, что вы об этом всем думаете. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok